Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. В моих руках Samsung Galaxy A6 Plus и A6. Это видео для тех людей, которые выбирают между A6 обычным и A6 Plus. Я вам вкратце из тех наблюдений, которые у меня есть, расскажу. Понятно, что я прям всю информацию вам не расскажу, чем они отличаются, но тем не менее постараюсь максимально вам донести. Первое, чем отличаются эти смартфоны, это размерами экрана и разрешением экрана. Здесь разрешение HD+, это 1480 на 720. В A6 Plus разрешение 2160 на 1080, которое именуется Full HD+. И понятно, что, допустим, такие элементы, как читать текст, приятнее на Galaxy A6 Plus, по той причине, что даже вот OK Google и OK Google... Ой, блин. Да, извините, может быть у вас тоже запустилось. Вот это слово, которое здесь в этой белой строчке, оно с пикселями. И видно, что на A6, на базовом, эти пиксели виднее, нежели на A6 Plus. Следующий момент, который отличает эти смартфоны, это же, конечно же, размер самого устройства и вес. Если A6 весит всего лишь 162 грамма, то A6 Plus весит целых 191 грамм. Это существенная цифра, 29 грамм, поверьте, они ощущаются, особенно если долго держать устройство в руке. Дальше, следующий момент, который есть еще тоже по отличию, это наличие Always On Display. В A6 Plus он присутствует, в A6, несмотря на то, что здесь Super AMOLED экран, его с DeathNet нету. Далее, количество оперативки у них одинаковое, это 3 гигабайта, хотя есть и модификации на 64 гигабайта встроенной памяти и больше оперативки, 4,64, но это 3,32. Далее, это процессоры. Здесь стоит Samsung Exynos 7870, который призван конкурировать с 625 Qualcomm, но он по производительности даже не дотягивает до 450. Элементарно мы можем видеть в синтетических тестах. При Full HD экране, здесь HD экране, 69 тысяч синтетических тестов Qualcomm выдает, а Exynos не выдает. Основные камеры 16-мегапиксельные, но фронтальный модуль на A6 Plus 24 мегапикселя, на A6 16 мегапикселей. И, конечно же, фронталка на A6 фоткает хуже, нежели на A6 Plus. Также стоит отметить о том, что в A6 Plus есть еще вторая 5-мегапиксельная камера, которая, вот она сверху, она призвана для того, чтобы делать размытие фона. Хотя фронтальная камера здесь одна, и она тоже делает размытие фона. Но, возможно, для более точного, улучшенного размытия фона. Следующий момент отличия. Это 3000 батарейка против 3500. 3500 в Galaxy A6 Plus. Это дает небольшой прирост автономности. Вот, несмотря на то, что экран здесь больше, все-таки автономность у девайса выше. Также давайте посмотрим по тестам Geekbench. Это тоже синтетический тест, и Qualcomm процессор, как вы видите, немножечко более производительный, нежели в Samsung A6 Exynos процессор. Что касается памяти, то оба имеют одинаковый стандарт памяти, и чтение у A6 Plus все-таки немножечко выше. 297 мегабайт против 208 мегабайт у A6. Но вот на запись у них результат почти одинаковый. Вот, опять же, если сделать небольшой там перетест, то плюс-минус будет одинаково. Но здесь вот почти на 30% выше на чтение. То есть, все-таки за счет чипа Qualcomm Snapdragon 450 в этом плане тоже есть преимущество у A6. Далее, я тут сделал несколько фотографий на эти смартфоны, и постараюсь как бы скомпоновать, именно одинаковые снимочки добавить сюда, для того, чтобы вы могли видеть, вот видите, эту траву, тут селфи, виноград. Вот, ну, то, что я зафоткал, максимально показать вам. Видите, на A6 Plus я тут сделал больше фоток, потому что я еще для сравнения с Note 5 сделал пару фотографий. Но в целом могу сказать, что оба смартфона по камере неплохие. A6 страдает тем, что он не может делать близкие фоточки. То есть, он чуть-чуть ближе, и все, и фокус теряется. A6 Plus просто с фокусом, ну, не как Galaxy A7, но очень-очень хорошо справляется. Тут большой плюс. В этом плане, ну, вопросов нет. Следующий момент. Удобство просмотра видео. Понятно, что на A6 Plus повыше, за счет того, что здесь экран поболее. При компактности устройства, вот, Samsung A6, как бы, ну, можно сказать, выигрывает тем, что он компактнее и его удобнее держать в руке. Далее, по играм. Оба смартфона себя показали неплохо. В тех же играх Asphalt 8, PUBG и World of Tanks. Вплоть до того, что я играл на A6 Asphalt 8 и записывал летсплей. И я это показал в обзоре. Вот, 3.57 идет запись летсплея. На A6 Plus я играл в Warships, и вот 5 минут тоже запись летсплея была записана. В одинаковом разрешении 720p они записали. При этом устройства не лагали, не перегревались. Все было отлично, все супер. На самом деле, все круто. Но, все-таки Qualcomm более оптимизирован для игр. И, соответственно, такие игры, в которых можно выставлять разрешение и качество, в частности, World of Tanks Blitz, на 450-ом Qualcomm игра идет чуть-чуть получше. Об этом вы можете посмотреть на канале теста игр. Ссылочка на него в описании. Итак, фронтальная вспышка есть на каждом девайсе. Две сим-карты и карта памяти также есть на обеих девайсах. То есть, все это имеет оба смартфона. То есть, получается так, что Samsung A6 это просто более такая упрощенная базовая версия A6 Plus. Или же A6 Plus это улучшенная версия A6. Лично мне нравится, конечно же, A6 Plus. Если бы я выбирал между этими двумя устройствами, я выбрал бы A6 Plus. Несмотря на его титанический вес в 190 грамм, там 190 с чем-то. Блин, лучше все-таки A6 Plus. Потому что тут и фронталка, тут и производительность повыше. Ну, как по мне, наверное, это и автономность немного повыше. Это более приемлемый для меня вариант. Хотя, вот если бы все эти фишки, функции, которые есть в A6 Plus, закинуть в компактный корпус A6, я бы, конечно, выбрал именно за компактности A6. Также стоит отметить, что A6 Plus дороже, нежели A6. И 300 долларов стартовая цена у A6, а 400 долларов у A6 Plus, как по мне, это тоже слишком высокая цена. Я даже не знаю, стоит ли такие смартфоны покупать по такой цене. Это уже решать вам. Еще, кстати, минус, который я бы отметил, это расположение сканера отпечатка пальцев рядом с камерой. То есть, я вот залапываю камеру, и это неудобно. Еще один момент, который бы я заметил, это у A6 Plus немного громче динамик, и он играет поприятнее. То есть, музыка звучит немного приятнее. Я бы включил вам, но вы, по сути, от того, что все запишет микрофон, сильно не услышите. Поэтому вам придется поверить мне на слово. В обеих смартфонах есть разблокировка по сканеру отпечатка пальцев и по лицу. Работает вот на A6 Plus, давайте посмотрим, вот так, медленно. На A6 тоже медленно. Ну, плюс-минус, вот так вот работает. Я не нажимал на сканер отпечатка пальцев. То есть, ну, в этом плане вас обманывать мне нет интереса. То есть, ну, мне показалось, что на A6 Plus чуть-чуть быстрее разблокировка происходит. Ну, совсем на капелюшечку. Но это, опять же, тоже так сильно не считается. В целом, вот такие вот нюансы по отличию A6 и A6 Plus. Фоточки сравнительные вы видели. Тест игр посмотрите на канале WoW TSHM Games. И обзоры этих смартфонов есть у меня на канале. Так что, посмотрите обзоры этих устройств. И вы сами сможете определиться, какой вам смартфон больше нравится. Там более все, как бы, подробно я рассказываю. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие интересные видео. Всем пока. До скорых встреч в новых видео.